Член сборной Казахстана на данный момент выступал за Россию. А почему так причудливо? Выступал за Россию, а сейчас член сборной Казахстана. А денег не дают. А Казахстан платит. Платит, да? Откажи, пожалуйста, что из себя представляет ракета? Данная модель выполнена с фатмана. Двигатели МРД Шосткинского производства, вот как раз на майке. До сих пор выпускаются? Завод Шосткинский, который раньше выпускал пленку с ФЕМА. Да, знаю такое. Да, вот на оборонку он работал раньше по Союзу. Сейчас работает, естественно, на себя. Точно так же выпускает и пиротехнику, и двигатели для ракетных дел. Чага, какая у двигателя в килограммах? Здесь в килограммах где-то 300 грамм каждого. 300, а сколько всего двигателей? 3 килограмма. То есть по килограмм получается. А запал какой электрички? Я просто смотрю, там подсыпано еще что-то снизу. Да, электрические запалы. Это просто для эффекта, чтобы дым был. На старте, да? Да, да, да. В чем будет заключаться пуск? Ну, кроме того, что, само собой, заработает двигатель, и ракета полетит вверх. Пуск заключается, ну, с замедлением, чтобы было красиво, тут вставлен еще один рядом двигатель. Вот как на настоящих ракетах пошла протяжка, там, ну, типа того, но вот так. А когда ракета сойдет уже вверх, то есть высоко она взлетит, то есть что там, салют будет? Нет, там парашюты просто разделятся модели. Ленточный, да, стандартный? Да, вот красная будет на ленте, а золотистая будет опускаться на парашюты. Вот. Ну, как там? Сработает, парашют не сработает. А это вообще ракета соревновательного класса или просто шоу? Нет, это просто шоу. Я никогда вот не имел дело с ракетчиками, просто как вот очень интересно, что это такое. Чисто шоу. Соревновательная, ну, там классы модели, в основном сейчас уже пришли полметра и 40 в диаметре модель. Это вот в основном их несколько там классов. Ну, а подразделяются уже ленты, парашюты, там. Ну, ракетопланы, я знаю, еще есть такой класс. Радиоуправляемые, просто ракетопланы есть вот такой класс, да. Я вот слышал, что у нас вроде как бы уже не проводят соревнования, да, по ракетам. Почему? Проводят детские соревнования. Детские только, да? В основном детские. Я знаю, что на юбилеи Байконура регулярно, в том числе и наши ребята московские, выезжают, и ракеты туда возят, и снимают, как бы, и освещают, и шоу полета совершают. Ваших московских тоже знаю хорошо. Знаете, конечно. Я думаю, все и бывает. У нас много, кстати, клубов. Это хорошо, потому что и... А у нас только вот в Ростове один я. По области еще кто-то из ребят там занимается. Ну, там Краснодар, там вот соседи. Вот Краснодар тоже, ну, тут авиамоделист приехал. Старый, старый, старый. А вот в таком буты. А, хорошенький. Знаю, выступал тоже за Россию. Ну, тут уже... Ну, что, в 2004 год. А что желают, чтобы вот ракета хорошо взлетела, что... Ну, там, у охотников-то ни пуха, ни пера. А сложный вопрос. Да, а что говорят-то? А сложный вопрос. Ладно, чтобы земля была жесткая, чтобы было от чего оттолкнуться. А с воды не взлетит? Почему? Там бы запускали с воды тоже. Ну, что, Украина-то проводит в водяные старты. Ну, надо же, просто совершенно невероятно. Ну, ладно. Еще и в водяные. Понятно. Ну, что, будем желать удачного старта. Ну, я еще 7 минут как раз до старта. Сколько двигателей работает по времени? Ну, сам двигатель, он где-то секунды полтора идет. А дальше замедлителька идет, секунды три где-то. Все вместе, секунды пять, наверное, четыре идет. Замедлители еще... Шею не выехну, буду смотреть вверх, нет? Да нет, не очень сильно высоко.